Первый, естественно, район, когда въезжает в город Красноярск, это центральный район. И здесь, конечно, самое главное, это дети выбирали, что будет стоять в каждом из районов, и в центральном они выбрали Биг Бен. Почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов можно в парке, который находится во дворе 9 лицея. Здесь расположился настоящий миниатюрный Красноярск со всеми его районами и достопримечательностями. Вот мы в центральном, тут Биг Бен и арка как настоящие. Насколько вот все точно создано, я смотрю, даже вот поставлены горышки цвета. Да, все ребятами рассчитывалось. Директор лицея Ирина Осетрова рассказывает, придумали парк специально, чтобы горожанам было где отдохнуть. Да и гостям города это точно понравится. Маленькие дизайнеры разделили парк на 7 районов и сами выбрали достопримечательности, которые и построили. Например, без часовни по Роскевы Пятницы город представить нельзя. Я просто видела из окна кабинета, проходя бабушки, даже молятся, крестятся на эту часовню. А вот эти объекты выбрали первоклашки. В парке появился парк, рой в ручей, даже жирафов завезли. Ирина Геннадьевна, мы так пришли в Октябрьский район, да? Да, мы подошли к Октябрьскому району и ребята посчитали, что главная достопримечательность Октябрьского района – это новая библиотека Сибирского федерального университета. Сделаны эти миниатюры из железа и пластика. Заказали их после того, как выиграли грант. Конструкции прочные, не заржавеют и не испортятся. На зиму их законсервируют и театр юного зрителя приостановит сезон до весны. Дюймовочка, вот не знаю, почему выбрали они, но, наверное, им больше всего понравился этот спектакль. В Красноярске в миниатюре еще есть куда расти. В следующем году здесь появятся новые здания и интерактивные инсталляции. А вот на этом кусочке железной дороги, конечно же, должен находиться паровоз, памятник Серго Арджиникидзе. В нашем городе его поставили в 1984 году, ну а здесь, в мини-железнодорожном районе, он появится буквально через несколько дней. Продолжение следует...